Друзья, всем привет! Впереди чемпионат мира по футболу и поэтому я напоминаю всем тем, кто любит делать ставочки на спорт и самое главное разбирается в футболе да и других видах спорта что букмекерская компания mostbet передает вам привет виде ссылки в описании а поводом для записи этого видеоролика послужил вечный спор маздоводов а именно в левом углу у нас стоит моя mazda двухлитровая 150 сил 210 крутящего момента в правом углу у нас стоит дорестайлинговая mazda 6 2 с половиной литра 190 лошадиных сил 256 крутящего момента заявленный разгон 7,8 секунд до первой сотни заявленный разгон 10,5 секунд до первой сотни но что происходит интересного в сети некоторые кто тестируют эти автомобили разгоняются на них и говорят то что ребята а паспортные данные то нечестны якобы мой автомобиль разгоняется восемь с половиной а то и 9 секунд до сотни в тот же момент все владельцы двухлитрового говорят а двушечка то едет гораздо шустрее лично сам замерял вдвоем с оператором по секундомеру конечно не рейс лоджик то цифры были следующие 0 100 9 и 9 9 и 9 вместо того чтобы 10 и 5 поэтому сегодня мы сделаем простейший замер посмотрим кто из них шустрее насколько 2 опять будет уходить вперед или же я буду ее держать а вдруг вообще я уйду вперед все посмотрим все увидим в этом видеоролике рассказывать вам про свой автомобиль и что скрывается под капотом я не буду оставляю лишь ссылку в описании где мы делали заезд камри 2 литра там я все детально рассказал а вот про 2 и 5 до рестайлинг мы откроем капотик и расскажем что же скрывается под ним как вы смели заметить мой черный волк черный волк сегодня немножко грязный находится такой в бытовой грязи скажем так а вот 2 и 5 у нас сегодня чистенько под капотом у нас к сожалению не скрываются газоупоры хотя могли бы быть что здесь встречает двигатель 2 с половиной литра sky active technology всем он известен точно такой же двигатель стоит на длина рестайлинговой версии что изменилось изменилась там оптика изменился интерьер салона в общем в подкапотном пространстве не изменилось ничего 192 лошадиные силы 256 крутящего момента данный двигатель заправляют 98 бензином и я тоже заправляю 98 бензином степень сжатия здесь 13 никаких турбин нету работает все это также в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач приют автомобиля передник клиренс точно такой же 165 миллиметров единственное что дает преимущество этому автомобилю относительно это колеса здесь стоят 17 колеса против моих девятнадцатых все все остальное плюс-минус то же самое важный момент вес моего автомобиля 1450 килограмм по документам без данного автомобиля по документам 1475 килограмм нас будет двое человек в моем автомобиле я плюс оператор и то же самое будет здесь водитель плюс его девушка на пассажирском сиденье минуточку времени всех моздоводов смотрите как вы знаете я всегда снимаю дневник своего автомобиля на сегодняшний день 113 тысяч пробег я записался в следующую среду сделать диагностику автомобиль сделать техническое обслуживание посмотрим расскажем что с ним происходит обязательно покажу его состояние покажу в каком состоянии находятся чехлы в общем для этого будет отдельная серия пообщаемся расскажу как он себя ведет ближайшее время съездим в город рязань там будет представлена три автомобиля mazda 6 в разных комплектациях с разными двигателями то есть люди делают с ними небольшие тюнинги тюнятички кто-то их чипует кто-то делает большие обвесы в общем автомобиле действительно смотрится интересно поэтому съездим сделаем такой небольшой сюжетчик покажем расскажем возможно с кем-то сделаем заезд в общем несмотря на то что версия дорестайлинга у 14 года 89000 пробег технической точки зрения двигатель коробка здесь остались без изменения поэтому отмечаю для объективности что здесь бензит залит 98 примерно запас хода ну примерно 100 километров в моем автомобиле запас хода примерно 200 километров если вы считаете то что это имеет решающее значение пишите вот смотри опять же да показываю да вот вот я хоть и владелец mazda но все равно кочергой пользоваться неудобно обязательно расскажу вам где покупать газоупор в общем говорить ты здесь больше нечего остается отправиться и выяснить на деле есть ли смысл переплачивать за двигатель два с половиной литра или же можно остановиться на двигателе два литра кататься кочегарить его и получать такие же дровецкие удовольствия отправляемся нашу финишную прямую и посмотрим разгон с ноля подхват с ходом в общем все вы сейчас увидите поехали итак мы находимся на нашей скажем так прямой друзья всегда читаю ваши комментарии вы справедливо замечаете что данное место все-таки не совсем подходит для такого рода гонок поэтому в московской области есть различного рода полигоны специально предназначены для этого постараюсь поискать их найти если они платный этот вопрос блондин берет на себя у нас появляется рекламка поэтому эти нужно решая ни на что скидутся не будем определим место и время естественно выходной день и все те кто хотят поучаствовать приезжайте покатаемся в безопасном режиме возьму дополнительно людей поснимаем в общем получится интересный видеоролик что сейчас два с половиной литра поедет у нас сначала с включенным есть он считает то что так у него меньше прошлифовывает резину передние колеса моем случае отключая сразу и сп никаких прошлифованию нас нету на улице сейчас примерно плюс 25 градусов в общем все идеально все классно садимся в машины и на гоночку и так мы готовимся к заезду волнуюсь ли я да немножко волнуюсь посмотри уходит уходит уверенно как видели вы стартанули в принципе одинаково сейчас соточка идет 120 130 подчеркну два человека там два человека здесь 150 все он натормаживается но на самом деле сорвался он хорошо при этом у него было включено есть п значит сейчас у нас действие следующие он отключает есть п я включаю режим спорта не до рестайлинг соответственно режиму спорта у него нету вот так он уже готов вот сейчас хорошо вот сейчас утра я реально честно получается не показался нас тоже за шлифовали колеса тоже свистели но все равно видишь то есть поначалу вроде бы такой подрывчик там плюс-минус одинаково но он срывается там после 60 уже все он уходит вперед и не то чтобы давлю в пол я жму просто вжимаю педаль в пол но ничего не происходит 170 а догнать его к сожалению не могу и так финал очка у нас идет мы сейчас будем пробовать ходом примерно с пятидесяти километров так вот я его догоняю вот у нас примерно 50 соточку и вот поиски 110 120 он примерно после 110 наверно он срывается вперед добавлю давлю что есть силы то 60 но он уходит все равно даже вот если бы сейчас выше на трассу важный момент максимальная скорость двух литров автомобиля 210 километров 270 быть точным там по ограничителю а два с половиной литра 225 по ограничителю естественно некоторые говорят о что разгоняет быстрее но я называю только паспортные данные итак пришло время делать выводы если бы ты спросил меня ожидал ли я такого развития событий я бы тебе сказал что да конечно же я понимал что два с половиной литра поедет лучше вот здесь больше 42 лошадиные силы плюс здесь на 44 ньютон метра больше крутящий момент собственно то эту цифру она едет лучше как вы видели мы в принципе срываемся вровень она начинает разгоняться ходом мы стартуем с 50 километров чуть-чуть у нас вот идет вровень после этого у маза два с половиной литра также срывается вперед если бы мы вышли на трассу понятное дело на скорости там до 200 километров она уходила бы вперед и понятное дело друзья я не сидел там не думал знаешь давить пол не давить я вот так вот жал я пытался чтоб она дальше ушла педаль два с половиной литра стоковый мотор два литра стоковый мотор дорестайлинговая версия рестайлинговая но здесь сути вообще никакой не меняет поэтому вы все увидели сами и подводя итоги я хочу отметить лишь такой момент что этой осенью все мы ожидаем новую мазду 6 двигателем два с половиной литра и турбины там обещает нам по 250 лошадиных сил и заявленный разгон говорят аж 6 секунд до первой сотни интересно посмотреть как она будет шлифовать с места в любом случае очень сильно ждут этот автомобиль я знаю то что видео смотрят любители тойоты друзья вот вы говорите sky active sky active а знаете ли вы новость который уже давным-давно гуляет по интернету что mazda и toyota подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в котором тойоте интересны движки sky active потому что они технологичнее эффективнее и экономичнее а мазде интересные электронные двигатели от toyota которые они ставят на свои гибриды и все те кто подписан на инстаграм канала знают что в эту субботу наконец-то мы снимем новую toyota camry с двигателем два с половиной литра которая по комплектации стоит практически по 2 миллиона рублей посмотрим что она из себя представляет я покажу все плюсы все минусы и расскажу как эта машина на самом деле по ощущениям и вживую выглядит и стоит ли она своих денег а вы только сделайте выводы да и собственно на этом у нас все здесь говорить больше нечего обязательно пишите ваши комментарии высказывайте ваше мнение ставьте лайки ставьте дизлайки у меня на этом все всем до новых встреч пока пока москбет поможет поднять монет москбет знает успех и секрет я дам тебе совет делай ставки на москбет станешь богаче и быстрее чем закончится кутер москбет